Разброт и шатание в Европе. После Каталонии референдумы провели сразу два итальянских региона, Венето и Ломбардия. О независимости не просят, пока лишь хотят больше полномочий. Каковы результаты этого голосования и что говорят по этому поводу в Риме? Узнаем от Елены Абрамович. Пункта о независимости в бюллетенях не было. Венеция и Ломбардия предложили гражданам проголосовать за расширение автономии. В первую очередь финансовой. Это два богатейших региона в Италии. Они дают треть ВВП страны. Губернатор Венеции хочет, чтобы в регионе оставалось 90% налогов. Президент Ломбардии еще думает. Пообещал изложить Риму свои предложения в течение двух недель. Я хочу поблагодарить 3 миллиона жителей, которые пошли голосовать. Согласно нашим подсчетам, более 95 голосов это за, около трех против, а остальные воздержались. Такие же результаты и в Венеции. Там за расширение автономии высказались 98% избирателей. Эти референдумы носят консультационный характер. Но Рим уже высказал готовность учесть мнение регионов и начать переговоры. Такая реакция итальянской власти полностью противоположна действиям Испании. Мадрид в свете референдума за независимость Каталонии решил устранить главу каталонского правительства и его кабинет. Синап должен проголосовать за это решение в пятницу. Эти должности существуют благодаря Конституции. И именно благодаря применению законов этой Конституции эти люди больше не будут руководителями женералитета. Они могут жить в какой-то иной реальности, но политическая и правовая реальность заключается в том, что они будут устранены. В свете таких заявлений Мадрида в Барселоне прошли демонстрации в поддержку главы каталонского правительства Карлоса Почдемона. Несколько сотен людей также вышли на митинг в Мадриде поддержать Каталонию. Почдемон назвал действия испанских властей атакой на демократию и созвал парламент. Каталония – родина древней европейской нации. Она является базой для европейских ценностей. Мы это делаем, потому что верим в демократическую и мирную Европу. Европа хартии фундаментальных прав должна защищать каждого из нас. Вы должны знать, что вы сражаетесь за свой дом. Мы сражаемся за Каталонию, и мы будем продолжать это делать. Брюссель на эти призывы не реагирует. Еврокомиссия повторяет, что это внутренние дела Испании. В то же время каталонский министр иностранных дел заверяет, что поддерживает контакты с послами всех стран Евросоюза. Впрочем, когда журналисты попытались узнать у послов, о чем же с ними договариваются каталонцы, все как один заверили, никто ни с кем даже не встречался. И об этом не может быть и речи. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова